Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов я изготавливал вот такую незатейливую приманку, как Хоппер-Поппер. Больше, конечно, Поппер. Мне поступило на почту письмо от друзей о том, что все хорошо, но желательно бы, может, придумать что-то для заброса спиннина. Я немножечко поразмыслил, и мы сейчас с вами изготовим такую приманку, которую можно будет забросить спиннингом. Особенность в чем будет заключаться? У меня имеются вот такие разные по калибру гильзы. Я взял с брусочка пенки, большим диаметром, который у меня имеется. Изготовил цилиндр, как вы видите, вот этого диаметра. И меньшей гильзой я выбрал изнутри. Я специально еще не вытаскивал, для того, чтобы можно было вам продемонстрировать. Вот мы вытащили то, что мы изготовили, вот такой цилиндр. А теперь под этот цилиндр мы можем спокойненько подобрать любой крючок, из которого мы будем изготавливать с вами приманку. Если у вас по каким-либо причинам нет вот такой длины или толщины, я использовал обыкновенные вот такие подошвы от шлепок. Можно склеить 2, 3, 4, 5 кусочков пенки. Упаковки от крючков. То есть все, что вам попадется пенка, можно склеить пакетом и потом подобрать по длине себе свою головку. Давайте я сейчас подберу крючок и будем изготавливать. Я подобрал крючок 1,0. И в своей заготовочке сделал вот такие надрезы приблизительно на 1,4 длину. И через одну вот так их немножечко разделил. Для чего? Это когда мы с вами будем подкрепить наш конус, цилиндр, чтобы у нас не было некрасивых складок. Теперь в чем заключается особенность, чтобы можно было забросить нам спиннингом. Учитывая то, что центр мы будем немножечко смещать вес, вымеряем, сколько у нас до цевья и точку, где заканчивается у нас на цевье крепление. Отрезал полоску хорошего свинца. Уже проверено, допустим, такой огрузки мне будет хватать в районе 2 граммов. То есть практически можно забросить уже спиннингом. Не забываем перепроверяться, чтобы сильно мы с вами не залазили к нашему конусу. Промажем еще клеем место крепления. И огружаем, сколько у нас будет позволять наш свинец. Понятное дело, что в пределах разумного. Иначе выйдет так, что он у нас будет тонуть вместе с хвостиком. И вверх будет как поплавок торчать. Вот как раз у нас вышла хорошо вот так огрузочка. Промажем еще клеем. И теперь промотаем нашей нитью. Если есть возможность, можно выточить конус латунный, поставить. Ну, я считаю, что нет смысла сильно здесь изощряться или вольфрамовой проволокой. Нам диаметр и толщина здесь позволяют вполне, чтобы мы могли закрепить свинец. Хорошо проматываем. И теперь у нас наступает самый ответственный момент. Сделать качественно и красиво нашу плюхкалку. То есть симпатично установить конус. Для того, чтобы не возникало больших проблем, я беру с любого фломастера вот так колпачок. И вставляю его на наш конус, как видно. Мне теперь будет значительно легче следить за тем, чтобы он был закреплен качественно. Промерили еще раз, где он будет устанавливаться. И теперь начинаем формировать крепление. Сперва, как я уже говорил, прихватили. Так, чтобы он у нас определился с местом. Если будут прихватываться, допустим, вот так, частями, это не страшно. Главное, чтобы мы не уходили от нашего колечка. Подхватили. И теперь эти вырезы, которые мы с вами изготовили в пластике, начинаем поочередно вот так подкладывать к месту крепления. Убираем. Подровняем. Как вы видите, очень по месту и симпатично у нас вышла наша головка конусная. Теперь остается только лишь нам с вами промазать клеем и хорошо ее закрепить. Закрепили с вами конус. Теперь будем формировать хвостик. Хвостик я буду формировать, используя какой у меня только имеется самый длинный мех. Цвет в данный момент у меня уже нет возможности выбирать. Я беру вот такой хороший, приблизительно по толщине, как ампулка. мех песца. Промажу место крепления клеем. И здесь мы с вами не будем обхватывать, а вот так вот ровно над цевьем, даже удерживая, чтобы мех наш не потянуло никуда. подхватим его. Вот так. То есть мы саму огрузку крючка выполнили посередочке, а хвостик будет у нас, когда намокнет, подравнивать. Противовесом будет выступать. и теперь я возьму мех красный песца и небольшими щепоточками уложим его со всех сторон. создадим точку прицеливания, точку атаки. убираем подшерсток, поломанные плохие волоски, нам лишний материал, который намокает, здесь не нужен. если у вас имеется возможность изготовить это с помощью пенопропилена, это только будет приветствоваться. Я вот так обволакиваю мех с одной стороны, с другой стороны, и потом только лишь подтягиваю к месту крепления. как вы видите, красный мех песца у меня со всех сторон ровненько ровненько огибает теперь белый мех. Чтобы на одном месте много не промазывать, не проматывать, я здесь хорошо промажу клеем и добавлю такой блестящий элемент, как люрекс. Его желательно использовать, чтобы был плоский, он меньше закручиваться будет с нашим мехом. Но если у вас по каким-либо причинам нет, используйте то, что есть. Мушка убивается значительно быстрее, чем не совсем качественные материалы наши придут в неводность. назад. Редактор мёж 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 Продолжение следует... Я закрепил перышко вот такое желтое, желательно чтобы лучики были немножко стекловидной формы и состояния, чтобы ближе было к сухой мушке. И подготовил дабиновую нить из красного подшерстка меха-писца для того, чтобы скрыть место крепления нашей нити. И у самой головки мы теперь с вами возьмем немножечко вот такого блестящего дабинга. Розового, оранжевого, совсем немножко. И в районе крепления нашей головки мы вот так оставим. Беру перышко, отвожу бородки в сторону, сколько у меня получится выполнить, желательно по максимуму. У загиба выполняю один полный оборот и с равными шагами я начинаю двигаться к креплению нашего конуса. Вот мы доходим до места крепления конуса. Я аккуратно подравниваю все бородки и не позволяю, чтобы у меня в данный момент закрепились мои пуховые. То есть пуховое перо здесь нам не нужно, нежелательно, чтобы оно у нас намокало. Промажу нить клеем и сделаем завершающий узел. Я приклеил глазки, немножечко подкрасил снизу брюшко нашего хоппера-поппера. И он у нас имеет вот такой вид. Головка сама по себе достаточно упруго, жестко сидит. Зубы хищника ее сильно не травмируют, поэтому в данный момент конструкция у нас уже проверенная и выбранная. Как вы видите, конус более симпатичный, хороший, плюхает очень хорошо. Разукрасите уже дальше сами. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Спасибо за комментарии.